Хотел искренне попросить у вас прощения за столь редкое появление на ваших экранах, но надеюсь, вы в полном порядке, у вас все хорошо, у ваших близких здоровы, счастливы, живете и наслаждайтесь жизнью. Меня зовут Эрик Чайковский, если кто первый раз на моем YouTube-канале, сразу рекомендую подписаться, поставить лайк, нажать на колокол. Мы сегодня путешествуем по окраинам Вены, мы это любим делать, с горы Каленберг, которая очень живописная, ее любят все венцы и те, кто хорошо разбирается в особенностях Вены, мы путешествуем обходным путем 36 минут в сторону нашего любимого бушеншанка. Ну это громкое заявление любимый, потому что мы там были всего один раз, но он произвел на нас достойное впечатление. Называется он Ханс, он Фриц. Сегодня расскажу вам об особенностях бушеншанков, что это такое, чем это едят и хойригеры. Это такие австрийские и венские два очень важные понятия, если вы интересуетесь Веной и венской кухней и венскими винами. Нужно, конечно же, знать, что такое бушеншанк и хойригер. По дороге нам открываются удивительные места. Посмотрите, интересная вот такая скрытая от всех локация. И здесь, судя по объявлению, проводят свадьбы, мероприятия, дни рождения, корпоративы, Рождество и все прочие праздники. По картинке это очень живописно. Отсюда потрясающий вид открывается на Вену, террасы с виноградниками и венский лес. Спускаемся живописной дорогой Райзенбергвек от Кобенцел в Гринцинг, чтобы подняться на другой склон. Первая остановка бушеншанк на территории винодельни Хенгель. Здесь в основном все свои. Австрийцы и украинцы. Первое, что бросилось в глаза, фотосессия и тренинг виноградники. Организаторы и участницы говорят на украинском. А сейчас передаю микрофон собственнику этого атмосферного места. Меня зовут Маттиас Хенгель. Я из Венега Хенгель-Хасел-Брунна в Вене, в Иглаз-Сегасе номер 10. Мы здесь находимся на Райзенберг. Это Рислинг-Райзенберг. Там есть еще один шоколад, фридзанты и еще один ботелин. Маттиас Хенгель-Хасел-Брунна в Вене. И это в издетии. Увелиучие ботелин, которые пришли в Вене. Это просто. Но он подсерит на свой свой ряпин. Я знала, что у него есть один вопрос, что есть у Вас? А у него есть? И просто. Время! Есть у нас разводство в Венега, что вы можете назвать Бушенгель-Хасел, если вы не будете искать podobного вида. У меня есть Увели arbitра . То есть, ты можешь делать, что ты хочешь. Бушеншанк, это это. Это островский язык, Бушеншанк. И что это означает, Бушеншанк? Бушеншанк, это были небольшие компании. И для того, чтобы контролировать, чтобы контролировать, что там изготовлено, он взялся на стакан с фэрнбушкой. Это проявивание того, как стоять, что стоять, и по стоять, что стоять. Бушеншан. Он укрытый этот скей на землю, поэтому скажет «осгустекте». Присоциальная информация. Спасибо большое, всем очень хорошо. Всего доброго, всем пока! И что это? Семена дикого горошка. А откуда ты знаешь? Ну это дикий горошек, видишь? По листикам. Наша вторая остановка – Бушеншанг Гансен Фриц. Это новый проект дуэта Амадор и Винингер. Хуан Амадор управляет своим рестораном Амадор, удостойным трех звезд Мишлен, на территории винодельни, принадлежащей Фрицу Винингеру. Бушеншанг Гансен Фриц расположен над центром престижного венского района Гринсен. Здесь вас порадует фантастический вид на Вену, биодинамические вина и кулинарные изыски высочайшего качества от Амадора. Такие, как тартар из говядины Альмокс по-китайски, севиче из пресноводной рыбы с укропом, огурцом и халапенье, или чизкейк с абрикосовой зажаткой в стакане. Пожалуй, это самый сложный вопрос, который меня мучает уже два года. Как понять разницу между Бушеншангом и Хойрикером? Вот стою и думаю. Вроде бы все знаю, но до сих пор столько разной информации, и все говорят абсолютно разное. Хочется прямо подойти к первому встречному здесь в очереди и спросить, знают ли они разницу. Вы знаете, что разница между Бушеншангом и Хойрикером? Можно ли мы сделать видео? Я не знаю, в самом деле. Нет? Нет, потому что я много читал, но я все равно не ошибаюсь. Бушеншанг только открылся в некоторых недах, и я думаю, что Хойрикер открылся в целом году. Но это позволяет... Это как макшифровый Хойрик. Хорошо. Но для двух местах это позволяет продать только хойрик, который они производят сами, или нет? Хойрикер может продать другим хойрик? Ну, там есть какие-то правила, но сегодня я не уверен. Они изменят все эти типы, которые могут продать, что они хотят. Я спросил много людей, и никто не может мне править ответ. Потому что это изменилось, да? Да, все время. Вы должны идти к Хойрикеру и спросить, но это, конечно, хорошо, если вы сидите в центре вино. Да, это красиво. Да, это красиво. Венская винная культура – это целое искусство. Есть венские музеи, есть венские композиторы, венская музыка. Но винная культура, она очень органична. И она вместе вот с этими, со всеми культурными феноменами, скажем так, или феноменами, как вам удобнее поставить ударение, занимает такое очень важное место. Здесь главное что знать? Знать, что здесь пьют в основном – это белое сухое вино и красное сухое вино. Белое вино, сорт его в приоритете здесь у венцев – это Грюневельтлиннер. Кстати, вот здесь вы можете видеть Грюневельтлиннер. Мы сидим, из этого винограда будет сделано вино. На втором месте, наверное, я думаю, Рислинг. Но есть еще такие моменты, как молодое вино, которое сделано в этом году. Называется оно Штурм. Это слегка-слегка забродившее, только-только сделанное вино. И продают его как раз с конца августа и до конца сентября, очень короткий период. Также есть такое понятие, как мост. Это тоже такой своего рода сидр. И сейчас мы находимся в бушеншанке Hans und Fritz. Это молодой бушеншанк. Очень интересный. Интересен прежде всего тем, что шеф-повар – это один из самых известных венских поваров. Это вишенка на торте. Это человек, который стоит за мишленовским рестораном «Амадор». Один из самых лучших. В пятерке лучших однозначно. Вообще, хойригер – это молодое вино. Это от немецкого слова, это австрийского «хой» этого года. Вино этого года. И появились такие заведения, которые также стали называть хойригерами. Здесь следует в первую очередь вспомнить о циркуляре, который был подписан императором Йосифом II в 1784 году. В соответствии с этим циркуляром молодые вина разрешалось продавать виноделам без лицензии на разлив. Потом закон менялся, и он до сих пор меняется. Есть такой закон, как «Бушеншанк Гезетст». Это закон о бушеншанках. И вот здесь некая существует граница хойригера. Они работают круглый год. Одни говорят, что в хойригере можно продавать только вино собственного изготовления, вино с собственных виноградников. Другие говорят, что нет, можно продавать также и другие вина. Единственное, что точно и наверняка здесь вы не ошибетесь, в хойригерах и бушеншанках не продают крепкие напитки. Только вино и все, что связано с винной культурой. Также это история о еде. Во-первых, в основном это холодные закуски. Но в некоторых хойригерах также могут подавать и горячее блюдо. Существуют хойригеры, которые, поправ всякие традиции и законы, продают все, что угодно, вплоть до спагетти, безусловно, шницель, какие-нибудь артишоки, блюда со шпаргеля, спаржи и так далее. Также, касательно всей этой винной истории о хойригерах и бушеншанках, вам следует помнить, что это распространяется не на всю территорию Австрии. А Австрия, как вы знаете, разделена на 9 регионов. Хойригеры и бушеншанки существуют в таких землях, как Бургенланд, Штирия, Нида-Остерайх, Нижняя Австрия и Вена. Говорят мальцайт, не только прост и цумволь, мальцайт говорят, в частности, когда вы поднимаете бокал со штурмом, и это некорректно говорить в данном случае, тоже такая история, прост, говорят мальцайт. Поэтому на всякий случай я лучше скажу мальцайт, чем прост, чтобы не ошибиться и не выглядеть смешно в глазах каких-нибудь винных знатоков хойригеров и бушеншанков. Эрик Чайковский из Вены, бушеншанг, Ханс, Унтфридс, с самыми наилучшими винными и осенними пожеланиями. Ваше здоровье, друзья! Вот такая доска называется в Вене Яуза. Яуза это вообще легкая закуска. Это не река в Москве. Легкая закуска. Редиска. Сырак. Давайте попробуем. Приступим, господа, к трапезе. Резюмируя все вышесказанное, чтобы понять все-таки разницу между бушеншангом и хойригером. Хойригеры это могут быть закрытые, открытые заведения винные, разумеется, с холодной в основном преимущественно закуской. Бушеншанг это вот оно. Это вы сидите прямо в винограднике, винограднике, из которого потом уже будет сделано вино, и на следующий год вы придете пить вино из этого винограда. Это и есть бушеншанг. Для меня бушеншанг, этимология, можно расшифровывать как угодно, но для меня это связано ассоциативно. Слово буш для меня ассоциируется с кустами. Это буквально сидеть на скамеечке в кустах, попивать вино с приятными закусками. Севиче, биф тартар или вот такая вот доска Яузы с колбасами и сырами. И севиче тоже это рыба. И севиче, биф тартар, птиц, биф тартар. вот такой отличный прекрасный вечер в воскресенье вот на всякий случай от шазам те от qr-код нет qr-кода да ладно шазама тоже здесь нет ни шазама ни qr-кода нет это фокус от шазам те от qr-код